так мы решили тут немного прогуляться по самой троещине сейчас идем в сторону тут такая красота все-таки какие-то цветочки да тут нормально такая высадка ботаники нормально постарались повысаживали тут все вот даже вот здесь тоже сейчас мы идем в сторону улицы короче один из кругов тут видно вот эту ситуацию тебе рассказывать мой парень короче обесточил пив села на своем канале рассказывала и тебе вчера звонил и у меня украли счетчик а да вот у оле тоже произошло неприятность она это у нее старили счетчик оставили меня в частном доме без электричества ну и какого хрена только и стырили этот счетчик я не понимаю потому что за счетчик вообще ну херню дадут ну я на своем канале вот у себя на кухне короче рассказывала в описании я конечно ссылку оставить не смогу но хотя бы в комментариях я ее попытаюсь оставить там в принципе это это я только с компа могу оставить ссылку ссылочку в описании компа у меня сейчас нет в доступе то чтобы загрузить видео смонтировать его там полностью и так далее то и пока местах на коленках делаю секс сказать видео ну по всем моим по всем моим видосам это видно что я на коленках постоянно делаю видосы на улице осень такая блин и июль месяц лыпень а тут вообще мы ходим в теплых вещах ну какого черта так нормально зато не жар кому кому-то такая погода комфортная кому-то другая кому-то жарче нравится кому-то холоднее например моя бабушка она вообще жару не переносит как таковую некоторым вообще у некоторых давление повышается ну каждый по-разному реагирует на это дело правильно правильно я на работе тоже вот особенно когда работаю на улице и во время жары то это вообще невыносимо то в зале еще более менее приемлемо работать потому что там кондиционер хотя бы работают то вообще блин жесть погода такая изменчивая неизвестно вообще что происходит и какого черта и так далее что ты еще скажешь да тут велодорожка тут уже типа как разрешено хотя когда арендовал велосипед на байк ноу то я умудрялся даже ездить и по главной меня никто не остановил там мусора не докапывались там еще чего-то то действительно ну его к черту на фиг оно надо то не смертельно но неприятно ну никому не хочется ходить потом от после удара велосипедного колеса хотя у меня когда-то такое было пару лет назад меня врезалась девушка на велике уехала и тупо тупо в тупую взяла и врезалась это вообще жопа ой господи ходим на троечки ами кстати канала с тобой типа что-то писали предлагали на какое-то шоу блин я забыла как оно называется часом не один за всех то не один за всех ты социальный типа шоу а меня какой-то другой не какой-то создать новый проект что-то про людей необычных необычными увлечениями работать приглашали меня обещали связаться типа пригласить на это самое но так мне никто и не перезвонил а ну такое бывает может быть и не знаю а как они с тобой связывались через инстаграм через инстаграм они писали в личку сообщение в инстаграм это было их не официальный аккаунт да странно а может еще типа не подбирают ну тоже возможен подбор принципе мы сейчас возле белый на вот она здесь в принципе по троечке не в принципе можно так нормально побродить я в где-то в мае месяце помню как-то вышел утром на прогулку не тупо просто дома делать было нечего оля тогда была занята ну хотя не мы в тот день тогда же еще и встретились селом каким-то навозом так это ж канализация она постоянно так воняет у меня на работе также сама она воняет бывает тогда бывает еще хуже так что это еще цветочки воля тупо нечего делал я троечки нас типа криминальные районы не посвящено борщаковки топорщака тоже вообще каждого самая такая ненормальная а сколько в 2015 году у меня подруга жила на борща вовке мы постоянно ездили к ней гулять и даже три часа ночи по улице гуляли нам даже никто не записывал ну как это гопота там наркоманы цеплялись в основном выход шва правильно осторожно а так там а тут глава уже такая нормально разошлось а что касается вот этих служб доставок вот эти вот глава убер инсту убер из у нас исчезла а почему я тоже хотел на работу устроиться там но не успел потому что как сообщили они в своем телеграм-канале они решили там связи с какими-то экономическими причинами либо что-то типа того они решили прекратить свою деятельность якобы украинская подруба убер из не приносит на то что тут интересного оля ой цыган я ненавижу ёлки-палки работала в автобусном парке в шестом так где озеро алмаз на на маршрутах городский наших рейсовых автобусов работал короче у нас за парком короче цыганы жили там вообще какие-то шалашистия построили эти цыгане и получается они залезли в автобусный парк и такая рассказывает я не знаю правда ли это мазовские моторы украли автобусы ого ну я не знаю правда ли это всего это это чисто рассказы то есть у тебя подтвержденных фактов у меня нету подтвержденных фактов ну мужики с этой стрим-зоной рассказывают а ну в принципе если там живут цыгане они живут в таких самодельных халопудах построенный хрен знает из чего то в принципе это тоже возможно потому что двигатель он сам по себе тяжелый если его сдавать на металлолом то есть это обычный 114 улица радунская залезничный вокзал центральный маршрута уже в парк едет ночевать водителя смена закончилась это правильно если смена закончилась то чего бы не пойти домой а вообще они последние 23 часа уезжают но там еще разные автобусы и по-разному смены а то это уже потом приходит им на смену этот троллейбус 91Н ночной но он знаешь откуда он стартует? он стартует с Голосеевского троллейбусного депо на метро Васильковская депо номер один ну да я как раз мимо него часто проходил в свое время когда там неподалеку жил трет номер один я даже делал полные круги на троллейбусе 91Н Единственное АТБ на той стороне да сейчас АТБ а мы таким магазином ой господи АТБ их тут как грибов их только в торце район нету потому что в торце район вот сейчас мы его вам покажем вот в торце район там же ж всякие разные эти сельпо кинотеатры там а я в том сельпо в охране работала охранником да долго ты работала? все лето 3 месяца 2018 самая тупая работа которая может быть в охранником супермаркете то постоишь на ногах и ничего не делаешь? или ходишь туда-сюда с дебильной рацией оно постоянно орет ну зарплата тогда была хорошая а потом еще взяли нам урезали убрали эту охранную фирму поставили сельпо фирму ну короче сельпо короче свою охрану начала нанимать и отказался от моего понятно понятно ну то есть они как в АТБ сделали типа тоже сделали как своих охранников как и в эпицентре в принципе тоже своя там охрана они никого не нанимают потому что это им невыгодно им лучше всего сделать свою службу безопасности и вот да ну вот кстати и торца район да макдак кинотеатры разные эти магазины ну короче может быть как-то вместе с я вместе с Олей залечу в торца район там может быть что-то еще такого снимем посмотрим да мы будем поможем да еще ой ой надо что-то будет там в районе там что-то снять ну в принципе почему нет нам что еще обстановка ну мы сейчас вышли на улицу у Нора до Бальзака что будем заворачивать на берете ну да на берете плохо видно да что ж тут освещение какое если бы здесь не было туч то освещение было бы немного лучше да короче таки дела получаются конечно троещина столица мира для тех кто там для тех кто тут родился то конечно я сегодня ну в случае этой сей ситуации это крокотира гуляли вообще счетчик не пойми кто я знаете такую группу сектор газа то я некоторые с одной песни переделала эти самые слова на свой лак могу сейчас прочитать конечно они будут не ну не особо такие лицеприятные ну сейчас я вот скажу ай получается Мани Вани Миколы Саши Пети я вас вступлю в сельскому туалете это они достали очень сильно там можно понять что сколько уже воруют туда-сюда вытягивает все что попало а теперь я хату обограли а было дело как-то обчистили у меня в селе дом участок там в доме была куча металлолома все такое мы успели конечно вывести от этого холодильник но его потом тоже стащили а холодильник был новый не старый вот этот зиловский либо Донбасс либо что-то типа того но все равно там вытащили нормально холодильник был новый но то вот и ну по курить себе так курить же на видео нельзя ну мы сейчас вернемся так что